Всем привет, добро пожаловать на канал Неврозы Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Буквально 20 минут назад я закончил вести 9 сезон, 10 занятие. Ребята, оно получилось таким, которым даже я не ожидал, что оно получится. Я показал не запланированные техники из своих закрытых занятий. Это техника вьюга, это техника как уснуть без паники и страхов. Как остановить калейдоскоп мыслей, как успокоиться. Вы будете свидетелем удивительного феномена. Как у меня получилось влиять на всю группу, которая сидела по другой концу, по другой конец вообще интернета. Вы просто посмотрите это занятие до конца. Оно начинается немножечко с технологической части, но если вы досмотрите до конца, тогда вы почувствуете спокойствие и вы поймете, о чем Алексей Красиков и канал Неврозы Мегаполиса говорил вам более 10 лет. Досмотрите этот урок и вы все для себя поймете. Я очень для вас старался. Буду рад, если вы поставите просто лайк этому видео в ютубе, поскольку я все-таки блогер, а блогерам нравятся лайки. Спасибо большое. Применяйте техники, с которыми я поделился для вас на этом уроке. Если вы хотите, приходите на кейсы и на 10 сезон. До встречи. Добрый вечер. Здравствуйте. Текс. Привет. Видно, слышно? Окей. Супер. Великолепно. У нас сегодня будет с вами очень насыщенное занятие. Прежде всего, давайте я... Окей. Хорошо. Мы сегодня с вами должны будем как подвести итоги и еще раз пройтись по технологии, так и заняться самым мотивацией, самодисциплиной, так и еще раз пройтись по тем сферам, в которых вам придется выдерживать дисциплину. Вам придется силой и самодисциплиной, 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 самомотивацией работать над собой. Я только недавно вернулся с форума, на котором выступал. И передо мной сидело около 300 менеджеров по продажам, половина из которых 300 человек, половина из которых собственники бизнеса, а половина были директорами отдела продаж. И я вот им рассказывал о важности дисциплины и самодисциплины при работе над стрессоустойчивостью. Вот мы сегодня тоже с вами об этом поговорим, но в принципе вы знаете гораздо больше, чем они уже, да, для них то, что я сегодня говорил, было таким откровением для многих. Значит, у нас сегодня с вами в программе технология, дисциплина, мотивация, сферы жизни. В которых все это должно быть применено. Значит, сразу забегая вперед, да. Аня, еще раз я тебя услышу, ты пойдешь далеко и надолго. Я вообще, чтобы тебя не слышал, не видел ни в чате, нигде. То, что ты здесь находишься, если ты хочешь еще раз меня как бы попроверять, то ты покинешь и это мероприятие вместе с твоим Иваном. Если у вас мозгов не очень хватает, чтобы понять, что в чате не надо меня отвлекать, вы будете изгнаны пожизненно. И требуется и 650 рублей, ты будешь где угодно, только не здесь. Тебе выслали копию и, пожалуйста, смотри копию на меня и больше не отвлекай. И вот этот товарищ, да. Значит, еще раз вы вдвоем что-нибудь напишите, я увижу вашу аббревиатуру, вы покинете и этот онлайн чат. Всем понятно? Это касается Ивана и Ани. Идите мне отвечать, чтобы я вас больше не видел. В принципе, со своими глупыми писанинами в чате. Так, значит, технология, ну потому что, если люди, как говорится, не понимают, то это надолго. И приходится радикально достаточно решать вопрос. Так они сюда еще пришли и тут начинают писать, а че, а че я? Да, ну, я, конечно, все прекрасно понимаю, но терпеть я это не собираюсь. Этот маразм. Точно так же я вам не рекомендую создавать каких-то чатов, групп, потому что если вы начнете, вот кто тут, значит, приглашал кого-то в какую-то чат-группу, значит, я вам просто от себя рекомендую. Если вы вступите в какую-то группу а-ля под эгидой поддержки, вы зря потеряли здесь время и деньги. Потому что вот эти все а-ля поддержки, а-ля чаты превратятся в полное дерьмище. Понятно? И вы просто-напросто будете втянуты эмоционально в проблему, с которой не выйдете. Поэтому, значит, тот человек, который предложил тут всем сделать чат, я думаю, что он тоже покинет наше мероприятие. Да, потому что это абсолютная профанация того, о чем я пытаюсь вам донести, да, и абсолютное присоединяетесь вот это вот. Значит, этот человек, к сожалению, хочет вас всех затащить вот в эту историю. Значит, если есть такие ребята с интеллектом, которые с радостью это поддержат, то флаг вам в руки, барабан на шее. Да, но я вам от себя лично сказал, что вы зря теряете время. Поэтому, к сожалению, если вы хотите удерживать себя вот в этой вот вечном дерьмище, да, под названием а чё, а как, а чё, а как. Вместо того, чтобы заниматься технологическими вопросами и так далее, вот, поэтому, поэтому это ваша проблема, соответственно. Если вы хотите к этому всему присоединяться, то, пожалуйста, это ваше право, но я сказал вам своё мнение о том, что это бесполезняк. Абсолютно. Вот. Значит, технология, дисциплина, мотивация, сфера жизни. Ну и, наверное, пожелания, да. И последние такие рекомендации. Вот, чем мы сегодня с вами займёмся. Вот этим вот. Значит, сразу забегаю вперёд по поводу кейсов. На этом сезоне все успели увидеть, да, как работают технологические кейсы. Все ли это поняли? То есть, мы с вами собираемся в этой комнате. Дальше мы будем выбирать четырёх героев. Я обычно буду выбирать этих героев, исходя из жалоб, чтобы на каждом занятии было разные, разные виды жалоб. Там, желательно, два мужчины, две женщины, с разными жалобами, с разными именно сферами, да, даже не жалобами по симптоматике, естественно, а жалобами. Имеется в виду, например, не могу объяснить себе то-то, или бомбит, там, такая-то тема, да, или не могу справиться с чувством, там, стыда или вины. То есть, мы будем говорить именно вот об этом. Не о вегетососудистых проявлениях, а именно об эмоциональных таких вот вещах. Соответственно, все, кто будет участвовать в кейсах, добавятся ко мне в скайп. Я вот всех добавлю, кто хочет, и мы начнём. Значит, стоимость кейсов для вас, как участников девятых сезонов, самая маленькая, но до первого мая. То есть, у вас есть возможность именно до первого мая приобрести участие в кейсах очно, онлайн, точнее, так и низкой стоимости, это 3,5 тысячи рублей. Если вам нужен персональный счёт, то вы можете обратиться к Павлу до первого мая. Если вы готовы оплатить без консультации менеджера, соответственно, кнопкой, вот вам кнопка. Это наша программа разбора кейсов, которая стартует 15 мая после майских праздников. Но до первого мая вы можете оплатить участие, это будет стоить 3,5 тысячи, после первого мая будет стоить 5 тысяч рублей. Поэтому у вас есть такая возможность. Можете вот пользоваться кнопкой, только не сейчас, да, просто вы там сохраните куда-нибудь, чтобы потом не терзать ни Павла, ни Кавла. И если вы хотите оплатить картой или PayPal, то, в принципе, у вас данные все есть, только Павла надо в известность поставить будет. Так, значит, на кейсах я жду примерно 100, 120, 130 человек. И этого будет вполне достаточно, чтобы провести разнообразные разборы, разнообразные, скажем так, виды ошибок, которые необходимо учесть. Вопросы будут по программе кейсов, чтобы мы продолжили сейчас занятия дальше? Будут ли по кейсам вопросы? Кейсы не будут говорить о симптоматике. Там, как правило, лекционной части нету вообще. То есть вся программа идет по взаимодействию с людьми. Да, кейсы можно будет смотреть в копии тоже. Технически сможет пообщаться со мной каждый, кто захочет. Ты знаешь, Настя, как показывает практика, да, нет, Аня, вам на кейсы нельзя, извините. И Ивану нельзя на кейсы. Вы у нас дисквалифицированы. Значит, как показывает практика, пообщаться может каждый. И, в принципе, где-то к середине, к концу кейсов люди уже, в принципе, каждый, кто хочет, может задать свои вопросы. Потому что сначала обычно первое, второе, третье, четвертое занятие такой шквал меня, 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 меня. И потом где-то к четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому занятию уже шквал такой сходит. И, соответственно, каждый уже может разобраться детально. Главная моя к вам просьба, исходя из опыта предыдущих кейсов, пожалуйста, не стесняйтесь. Потому что почему-то формируется обычно пул, там, знаете, из 20-30 человек, которые, собственно говоря, проходят всю программу кейсов, да, а остальные, там, 100 человек, просто слушаются. Это очень терапевтично, да, то, что вы будете слушать, это даже порой, как показала практика, более терапевтично, чем сам разбор кейсов, да. То есть иногда вы, когда прослушаете 40 разборов, вы говорите, блин, вот это про меня, вот это здесь я поняла, вот это точно, вот, вот оно, да, вот это, вот оно. И вот этот вот разбор людей со стороны, он даст вам более полное понимание глубинных ваших ошибок и глубинных ваших проблем. Значит, сеансов, ну, грубо говоря, занятий, да, Маш, ты имеешь в виду, 8. 8 занятий по 2,5-3 часа. Вот. 4 человека минимум мы разбираем на каждом занятии. То есть это где-то 40 кейсов будет разобранных. С 15-го числа начала мая, но если вы хотите по минимальной стоимости, до 1-го мая 3,5 тысячи рублей. Копии сохраняются кейсом в течение двух недель после их окончания, потому что дольше вам копии уже будут не нужны. Что там пересматривать пожизненно. Еще раз кнопку вам скидываю. Ну вот, можете сэкономить полторы тысячи рублей, если вы до 1-го мая, соответственно, воспользуетесь этой кнопкой. Так, на кейсы кому необходимо идти? Кейсы, да, идут 2 раза в неделю, по вторникам и средам в 19.30. В 19.30. 2 раза в неделю. Вторник, среда. Они не будут наслоены на сезон, поэтому вы сезон закончили 9. Единственное, что у нас начинается новая программа, а новая программа это 10-й сезон, она будет видоизменена, потому что там будет немного другой поход. Вот, люди, мы с вами начинаем 15-го мая кейсы, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8, 9, 10, то есть, если кто-то из вас пойдет на новую программу 10-й сезон, то у вас 4 кейса как бы наслоятся на 10-й сезон. Да, имейте это в виду, то есть, у нас будет 10-й сезон 4-го июня начинается, а 5-го, 6-го у вас еще кейсы будут. И, соответственно, имейте в виду, что там будет конец немножечко внахлёст, если кто-то захочет на 10-й сезон пойти. Он будет по-другому выстроен технологически, именно технологически будет выстроен по-другому. И там будут немного по-другому сделаны домашние задания, которые вы не можете не делать, потому что я устал вам, как попугай, повторять одно и то же. Мы будем выстраивать так домашние задания, чтобы вы не смогли их не делать раз, плюс там будет определенная система контроля за вашими реальными действиями 2. То есть, вы будете сами заполнять определенные формы, вы будете сами, в общем-то, вписывать некоторые вещи, поэтому вам понравится. Так. На кейсах мы не будем говорить о табликах, Ирина. Мы на кейсах будем больше говорить о жизненных сферах. Об образовании эмоций или нерешенных вопросах в разных сферах жизни, да, именно верно в поведенческой части. То есть, мы будем больше говорить о людях, которые не могут принять решение. Мы будем больше разбирать ситуации именно локально каждого человека. Например, мы понимаем, что напряжение, которое вы раньше называли ВСД, там вот человек говорит, у меня вот это может быть связано с этими обстоятельствами, которые я решить не могу. Я как бы научился не паниковать, не бояться, я научился вот это, вот это, но, блин, напряжение у меня сохраняется, потому что у меня вот такая жизненная ситуация, да, которую я не могу разрулить. И я, вот, Алексей, сомневаюсь, да. И вот здесь как раз мы будем с вами мусолить все эти истории, чтобы наши клиенты смогли начать видеть решение. Именно поведенческая часть, именно решение, да, вот что вам будет нужно на кейсах. То есть кейсы – это программы для тех, кто боится действовать. Поняли, да? Нет, на кейсах там никого, там не будет программы именно отслеживания, это больше программа мотивационная. То есть, да, напряжение может быть связано именно с тем, что у вас конкретная локальная жизненная ситуация, либо конкретно вы не можете договориться с собой по каким-то вопросам. Например, вы понимаете всю концепцию, там, должествований, оценочных суждений, ожиданий и так далее, но вы не можете объяснить себе, почему, и не можете себе объяснить, как я буду действовать, да. И вот на кейсах мы как раз все эти вопросы будем поднимать персонально. То есть сезоны – это больше теоретическая часть, общая теоретическая часть, да, а кейсы – она уже персонафицирована. Поняли разницу? То есть программа кейса, она вообще без лекций. То есть там вся программа заключается из того, что по полчаса мы каждого разбираем. И вы просто сидите, слушаете, либо участвуете как участник. Рациональность в том числе. И детство будет затрагиваться, потому что я буду протягивать мостики между твоей реакцией и детством. Просто чтобы эти мостики протянуть, вот односторонне эти мостики протянуть невозможно. Помните, у нас были кейсы на девятом сезоне, вот буквально несколько там дней назад. Помните, я показывал, как это работает, да. Вот это именно вот так и будут разборы, да. То есть твоя сегодняшняя реакция. Давай посмотрим, как ты ее могла, скажем так, отработать в определенные периоды. То есть кейсы – это уже другой вид консультирования. Он идет дальше и глубже. Будут ли разыгрываться места на кейсе? Я сомневаюсь, потому что сейчас такое количество желающих и такое количество людей, и на кейсах достаточно мало мест, поэтому там разыгрывать нечего. Да и стоит это 3,5 тысячи рублей. Что тут разыгрывать? Понимаете, если бы мой курс там стоил 20-25 тысяч, так или иначе, ну, наверное, да. Но 3,5 тысячи рублей уже, если честно, смешно. Ну, реально смешно. Да, как бы, и тут возникает просто множество вопросов, куда ниже и что тут дарить. Вот. Я считаю, что стоимость, она не то, чтобы несправедливая, она просто минимальная. Поэтому вот так. Окей, все. По поводу кейсов вопросов нет, да? Нет, розыгрыша кейсов не будет. Сто процентов. Розыгрышей не будет, просто я решил сделать для участников именно 9 сезона минимальную цену. Чтобы вы, как бы, из одного сезона, да, перешли в дальнейшую часть и не теряли нить. Тем более у вас сейчас будет чуть больше даже 15 дней. У вас будет почти 20 дней, которые покажут очень хорошо, что у вас происходит. Это имейте в виду. Поняли, да? То есть вы не сразу сейчас в кейсы прыгнете. А у вас сейчас будет 20 дней паузы. На этой паузе вам надо будет отрабатывать что? То, что вы получили на сезоне. Потому что если вы сейчас упустите момент самой дисциплины, будет плохо. У вас, как бы, сейчас самое важное, это вот сейчас мы об этом как раз будем говорить. Сейчас вам вот эти 20 дней до кейсов надо удержать технологию. Каждый день. Как я себя пугаю? Как я себя стрессирую? Как я себя злю? Как я это? Как я это? То есть вы должны ходить сейчас 20 дней именно, да, и заниматься самодисциплинированным изучением себя. Только не надо себя гнобить. Чо я, чо я, чо я, чо я. А просто изучать свои реакции по отношению к определенным эмоциональным реакциям. А почему я сейчас разозлился? А давай посмотрим, как я посмотрела на эту ситуацию. А как я вот здесь подвела себя? А вот тут почему мне стало обидно? Ой, интересно. А вот здесь мне стало как-то стыдно. А вот тут, то есть вы должны научиться. Помните, я говорил буквально недавно слово, какой подход? Феноменологический. То есть вы должны относиться к своему результату, к своим эмоциям с точки зрения феномена. Да, то есть вы должны отнестись к своим изменениям с точки зрения, а вау, с точки зрения именно вот ничего себе, я разозлилась. То есть вы должны изучать свою эмоцию гнева, вы должны изучать свою эмоцию стыда, вы должны изучать свою эмоцию страха. То есть не бегать от этих эмоций со словами чур меня чур, да? А изучать. Всем это понятно? Сегодня последнее занятие. Сегодня финальное занятие, потому что первое занятие у вас было нулевое. Мы первое занятие не считали, а потом уже мы стали его считать. Сегодня финал. Окей. Ну что, поехали? Макросов больше нет? По кейсам все понятно? Макросов нет. Хорошо. Сильно расстроится. Ну тут, понимаете, что такое слово прорабатывать? Давайте вот здесь сделаем небольшое уточнение. Вы все... И я тоже говорим слово проработать. Просто я под словом проработать понимаю одно. А вот что вы имеете под словом проработать, это немножко может быть другое. Согласны? Смотрите. Что такое проработать? Проработать это... Давайте это запишем. Потому что мне кажется это важно. Что такое проработать? Что такое проработать в КПТ? КПТ понятное слово, да? Это в когнитивно-поединенческой психотерапии. Проработкой в КПТ называется работа над ошибками. А именно, как я создала эту эмоцию. Вот что такое проработка. То есть, это детализация. Каким образом? То есть, вот что называется проработкой. Как я посмотрела на эту ситуацию таким образом, чтобы разозлиться. Поняли, да? Как я посмотрела на эту ситуацию таким образом, чтобы расстроиться. Как я сейчас пугала себя. Как я пугаю себя. Как я стрессирую себя. Потому что если пускать это на самотек, то у вас такой же самотечный результат и получится. Поэтому никаких самотеков. Никаких оно само. Проработка это так. Я сейчас разозлилась. Окей, как я это сделала. Понятно? О, да, мне депрессивно. Что-то мне ничего не хонится. Как я сейчас сижу и себя депрессирую. Как я это делаю? Или мне сейчас страшно, я не знаю, пойти там куда-то. Как я сейчас создаю себе эмоцию страха. Вот что такое проработка. Всем понятно, что это такое? То есть не просто я сейчас боюсь. Или это не про осознанность. Проработка это методологический процесс. Из чего сейчас состоит мое мышление. То есть это можно вот так еще назвать. Из чего сейчас состоят мои мысли. Ребят, вот это пожалуйста запишите себе. Потому что это очень важно. Из чего сейчас состоят мои мысли. Как технологично я себя пугаю сейчас. То есть вот этот момент он очень важный. Потому что вот это прям очень-очень-очень будет важно. Очень. Вот что такое проработка. В когнитивно-погнитической психотерапии. Далее. После того, как вы находите этот технологический момент, вы идете дальше. В чем ошибка? В чем главная? В чем главная ошибка моя? В чем главная ошибка? То есть когда вы увидели из чего состояло ваше мышление. Да. Куда вас потащило и куда вас понесло. Вы сразу видите эти ошибки. Тут я слишком сильно вот это. Тут я слишком сильно преувеличиваю. Тут я пользуюсь какими-то домыслами. Тут вообще я откуда я это знаю. А с чего я взяла, что это так? А вот здесь с чего я взял, что это? А даже если то, что? То есть вы видите эти ошибки. И дальше следующее. Вы начинаете прорабатывать эту историю следующим образом. Вы начинаете формировать критическое восприятие, атакуя, именно атакуя, свои ошибки. Подвергая, подвергая их критике. Поняли, да? Критики. Критики на... Вот сейчас я вам это включу. Вы вспомнили. Смотрите. Видно? Критики на здравый смысл. Вот это запишите, потому что это очень важно. Критики на логику. Критики на домыслы. И факты. Критику на чтение мыслей. Критику на... Отсутствие на... Как бы вам это сказать? Критику на... Гипертрофированное. И фантастическое будущее. Вот примерно так это можно назвать. То есть проработка заключает в себя основные элементы. Это детализировать как. Я сейчас себя пугаю, депрессирую, тревожу, стыжу, веню там и так далее. И потом это история про, а в чем ошибка и атаковать эти ошибки. Вот. И когда вы говорите, так, стой, подожди. Вот это вообще нелогично. Вот это вообще... С чего ты взяла? Вот это на основании каких фактов? А тут откуда ты это знаешь? Ну откуда? Ну вот тебе это показалось. Ты реально знаешь, что она говорила? Нет, не знаешь. Ты каким тезисом это выявила? Ну мне так кажется. Ну а что ты взяла, что это так? А даже если это так, ну и что? Поняли? То есть вы начинаете внутренний диалог. То есть это немного похоже на... Тихо сам собой, я веду беседу, да? Внутренний диалог с критическим восприятием своих привычных форм мира и восприятия. То есть вот в принципе вот так технологично выглядит проработка. И если вы вот эту проработку возьмете за правило, как часть вашего разума, вы удивитесь, что уже... Вот кто сейчас может похвастаться результатами? Вот смотрите, сегодня 26 апреля, да? Мы с вами начали когда? Когда мы с вами начали? Мы с вами начали, наверное, в марте, да, где-то? Мы с вами начали, мы с вами начали 2-го, по-моему. Когда мы начали тогда? Что-то я не помню. Мы начали тогда. 19 марта, да, мы начали? Ну вот смотрите, в начале марта мы начали. Но в процентах сейчас, по вашим ощущениям, насколько в целом стало попонятнее и попроще? Вот в целом, в процентах. 70, 60, 30, 60, 30, 60, 60, 60, 80, 70, 30, 40, 40, 40, 35, 70, 70, 75, 60, 50, 80, 30, 60, 50, 80, 80, 60, 50, 80, 70, 100, 20, 50, 60, 65, 70, 50. Вот, наверное, в среднем, если сейчас взять вот эти цифры, то я думаю, что средняя температура по больнице где-то 60, да? Ну, по моим ощущениям, если вот сейчас взять все ваши цифры, то мне кажется, средняя температура около 60 кавлицов. Ну вот смотрите, всего лишь прошло 5 недель, вы просто сфокусировались, и то, я думаю, ребят, согласитесь, не всегда вы фокусировались честно, да? Согласитесь, что иногда вы воплили. Тот результат, который сейчас у вас есть 60 примерно процентов, 60-65, он у вас идет на небольшой такой эйфорической ноте. То есть, вы поняли, вы научились каким-то вещам, но сейчас это надо зафиксировать. То есть, вот пока идет сезон, и вы понимаете, и два раза в неделю вам подбрасывают пинок под вашу задницу, у вас хорошо получается. Сейчас как раз будет пауза, да? А, на эйфории было в 90-м, ну клево. Вот у вас сейчас будет пауза 20 дней, попробуйте сейчас без меня, без меня, продолжить вот этот самодисциплинированный подход. То есть, не забросьте его, не станьте узником вот этого постоянного пинания. Потому что, если вы вот эти 20 дней сейчас проработаете, вот это то, о чем мы с вами говорим и сегодня будем повторять, да, то вы придете на кейсы 15 мая уже совершенно другим еще раз. То есть, вы 26 апреля сейчас себя зафиксировали и вы сказали, мне в среднем стало легче на 60-65%. Это хорошо, но вы удивитесь, что 15 мая, когда вы придете на кейс, вам еще будет по-другому. Вот увидите, вот нашли, да? То есть, сейчас вы один, вот, например, в начале марта вы были каким? Вот кто сейчас хочет? Вот вспомните себя в начале марта, когда вы пришли на нулевое занятие. Вот вспомните, вот просто вспомните себя в начале занятия. Вот просто вспомните себя. Как вы думали, что вы понимали, что вы чувствовали. И просто посмотрите, что в вашей голове случилось через 5 занятий. Простите, через 5 недель. Вы понимаете, что на самом деле просто я заложил вам в голову немножечко другие схемы. Вообще другие схемы. И вы просто сейчас смотрите уже по факту на этот мир по-другому. Суета ушла, открылся другой мир. Была анархия в голове, да. То есть, вы на самом деле не поменялись. Уходит суета. Да нет, это не чудо. Вы не поменялись, спокойнее стало. Вы просто-напросто, услышав ту технологию, о которой я говорю, если вы ее применили. Вы просто смотрите сейчас на мир и говорите, блин, вроде, согласитесь, ничего такого в ауте не произошло. Вот поставьте сейчас плюсик, кто со мной согласен. У вас не было дня, когда вы проснулись, и у вас такое небо озарилось радугой. Согласны, что такого не было? То есть, не было какого-то дня. То есть, если вам кто-то подойдет и скажет, а в какой момент, когда ты занималась у Красикова на девятом сезоне, тебе стало легче? Вы не скажете день и час. Вы скажете, ты знаешь, я не знаю. Но я поняла, что в конце мне как-то по-другому, черт побери. То есть, я не могу сказать, когда это произошло и что конкретно. Вам скажут, а что конкретно произошло? Ты говоришь, а хера, вы знаете? Я не знаю, что конкретно произошло, но просто вот сейчас я по-другому смотрю на вещи. Я даже не могу тебе объяснить, как это. И вы будете абсолютно правы. Потому что те схемы мышления, которые мы протаптывали с вами в течение вот этих пяти недель, они сами по себе протаптываются такими способами. Не просто так я там кричал, ругался матом. Мы топтали нейрофизиологические процессы. Они вам запоминались. Где-то через эмоции, где-то через юмор, где-то через экспрессию, где-то через какую-то прямоту, где-то через обидные слова, где-то через это, а где-то через то. Но то, что я делаю, я же не цирк просто веду тут онлайн. Если вы думаете, что я просто там ёбнутый психолог, который орёт матом и там ругается на всех, вы очень сильно недооцениваете в этом смысле меня. Потому что всё, что я делаю, это сделано таким образом, чтобы в вас само зашло. Понимаете, о чём я говорю? Ну, отца, а вишку-то реагирует. То есть построена эмоциональная система таким образом, чтобы даже для минимальных людей, которые минимально прилагают усилия, чтобы вот эти процессы, они сами зашли в голову так, чтобы они у вас в какой-то момент начали прорастать. И вот у подавляющего большинства людей они прорастают. Другое дело, что самое клёвое, я хочу вам сказать, что они будут прорастать ещё дальше. Они будут расти, расти, расти. Надо только что делать, ребята. Надо просто удобрять и поливать. Удобрять и поливать. То есть не надо сейчас сказать, а у меня проросло и нормально. Нет. Постарайтесь вот просто заботиться о том качестве мышления и улучшать его. И тогда у вас всё будет ещё лучше. И вы увидите, что у вас как бы с каждым месяцем у вас будет оно меняться. Прямо вот чин-чин, как трава такая. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Поняли, да? Поэтому вот этот момент, он очень важный, он очень крутый. И я выкладывался очень сильно на девятом сезоне эмоционально, чтобы вот вас раскатать вот эти эмоциональные связи. Ну а сейчас мы с вами приступим к повторению технологии. Заметьте, мы с вами говорили, кстати, очень мало ВСД и панических атак. Заметили? Что я практически не тратил большого количества времени, а вот этих симпатика, парасимпатика, вегетатика. Я постарался сфокусироваться на совершенно другом. И я считаю, это очень правильно. Ну и, соответственно, копии у вас будут еще две недели. Вы можете еще раз пересмотреть, и у вас копии только где-то после майских праздников не закончатся. Кто-то с паникой справился до сезонов, но это и правильно. Значит, имейте в виду, что у нас есть урок именно с паническими атаками, которые происходил вчера. Да? Вот. А там вся технология. Если кому надо, Паше позвоните или напишите, он вам, соответственно, предоставит этот урок в копии. То есть, если кому-то, вам или родственникам, или на будущее надо, чтобы с вами сохранились отдельные эти упражнения, то имейте это в виду, они у нас тоже будут. Так, окей. Ну, вы на самом деле реально молодцы, но сейчас давайте повторим, хорошо? Давайте повторим то, что надо. Книга сейчас уже выходит. Показать обложку. Хотите, я покажу обложку книги? Только не смейтесь, не я делал обложку. Ну, реально, не я делал. У меня, как бы, контракт так выстроен с редакцией, что я обложку особо сильно не утверждал. Моя задача была сделать содержимое, вот, книги, а все остальное, как бы, это не моя была пререгатива. И, как бы, все это делали, ну, мне показали, и, как бы, я сказал, окей, да, вот, но я бы, наверное, делал бы как-то чуть по-другому, но цель этой книги была очень простой. Очень задешево поставить в книжные магазины от меня именно книгу, да, которая читается быстро, в течение, там, шести, там, может быть, там, семи часов максимум, но так, чтобы, но так, чтобы вы и любой, точнее, другой человек, который только столкнулся с паницами, с ВСД, со страхом за здоровье и так далее, чтобы он сразу, что, ребят, чтобы этот человек сразу понял, что надо делать, в чем проблема, да, куда идти, кому звонить, чтобы он не бородил по вот этим чатам, интернет-форумам, как вот тут некоторые предлагают у нас, да, и так далее, а чтобы он сразу что сделал, понял, что такое ВСД, почему такое происходит, чем это сказано, поняли, да, то есть вот такая задача, вот такая будет смешная обложка, только не смейтесь, не смейтесь, то есть книга очень простая, книга очень простая, она написана очень простым языком, книга самопомощи, ВСД, панические атаки, тревога, страхи, то есть очень просто написано о том, что происходит, почему, как, что делать, она такая, такая, но она затрагивает, знаете, что, в отличие от других книг, например, я помню, я в 2006 году читал книги Курпатова, и она отчасти похожа, но здесь будет побольше сфер жизни, да, то есть в каких сферах жизни вообще, что у нас происходит, почему у нас возникает вот такая вот история. Мне вообще сказали, что, Лёш, ты мог эту тему, как бы, вот эту книгу расписать на 10 вообще книг, и потом пафосно сказать, я написал 10 книг вообще, а поняли, а ща? Да, но, как бы, ну, это не очень моя тема, да, и это не очень, мне кажется, ну, как бы, так сказать, ну, в общем, я такой хернёй не занимаюсь, поэтому вот редакция предложила сделать понятную, красивую такую информацию, и мы вот её сделаем. Вот, она скоро должна уже будет выйти, поэтому хрен его знает, сколько страниц, я не помню. Она читается очень просто, очень быстро, то есть любой человек с панической атакой, любой человек с ВСД, прочитав её, скажет, ну да, всё, окей, я понял. Надо заниматься психотерапией, эмоциональной коррекцией, потому что такие-то сферы, такие-то реакции, вот это то-то, вот это то-то, да, то есть у людей останется после этой книги чёткое понимание, что есть что, почему, как, из-за чего, ну, и всё очень несложно. Потому что мы же не можем написать книгу, которая вылечит людей от непроза, если у кого-то есть такая иллюзия, да, конечно же нет. Я не знаю, будет ли она в электронке, это у издательства надо спросить, я не в курсе. Книга выйдет, и когда я получу её на руки, я думаю, что я какую-то презентацию, наверное, сделаю, ну, чтобы это было как-то красиво, писали тут, издали. Я вам хочу честно сказать, ходите под чесноком. Вы знаете, что я достаточно, ну, откровенный человек, кстати, я Курпатову завтра, говорю, вижу, что вам передать. Могу привет, Андрея Владимирович, передать от вас. Это самое. Честно могу вам сказать, передаю, что его врачи не... Не надо. Надо политкорректно. Вот, значит, честно могу вам сказать, сегодня написать книгу, и это, в принципе, может каждый из вас. Вот честно, хотите, я вам скажу про чесноку? Написать книгу, опубликовать её, тиражом может любой человек. Если вы блогер, которому прикреплено внимание, как бы, аудитории, и вы блогер, который вещает на какую-то тему, редакция сама вам скажет, давайте мы сами сделаем книгу, мы сами всё напишем, мы сами всё издадим, вы вложите 0 рублей, вы просто нам либо дадите видео, с которых мы сделаем текст, либо вы нам его подготовите, там, в устной, там, или письменной форме. Поняли? Да, Бузова не писала ничего. Вот все блогеры, которые делают книги, за них это делает редакция. Ну, поймите, сегодня кичиться тем, что ты написал книгу, это, вот знаете, это, ну, разводка для лохов. Поэтому, вот возьмите просто канал Невроза Мегаполиса, я вам реально говорю, дайте эти видео, ну, многие так и делают, но вы тоже можете так делать, возьмите эти видео, выпишите это в текстовую, в текстовую штуку, и вы сделаете свою книгу. Но если многие так делают с каналом Невроза Мегаполиса, почему бы вам это не сделать? Просто берете на мои вебинары, и вы либо снимаете контент, либо пишете книги. В чем вопрос вообще? Вообще проблем никаких нет, и вы станете автором огромного количества литературы. Будете ходить гордо поднимая нос. Все очень просто в этом мире сегодня. И делайте за меня или там вообще в целом какие-то особенности, что там кто-то написал книгу, не надо. Просто мне редакция предложила собрать информацию о панике ВСД и так далее. Я ее собрал. Воедино, скажем так, да. Я не стал отказываться. Вот и все. Поэтому делать из этого какую-то гениальность не стоит вообще ни разу. Ну, есть люди, которые считают, что это говорит об их какой-то заслуге, но это просто бумажный носитель. То есть это по большому счету мои вебинары без мата на бумажном носителе. Все очень просто. Поэтому одиннадцатого не будет. Сегодня финал. У нас было нулевое. У нас было нулевое и так далее. Все, ребят, погнали. Поехали. Все. С матом книгу не сдадут, мне сказали. Все, поехали. Гуд. Давайте повторим технологию, затем перейдем к дисциплине и мотивации, окей? Значит, смотрите. Просто вам на будущее для того, чтобы вы не забыли. Гуд. Так, я появился крупно? Появился. Значит, что, с чего вы начинаете? У нас есть три основных части, над которыми вы работаете, когда мы говорим о проработке. Помните, да, мы сегодня говорили, что проработка, и это сначала вы должны детализировано понять, как. Помните, да? Вот, в детализированной, в детализированной проработке как есть три части, каждую из которых вы должны хорошо знать. Первая часть. Это в целом ваши ожидания. Помните. Это ожидание, и это что? Помогаете. Напоминайте. Мы в прошлый раз об этом говорили в понедельник. Все занятие это слово было. Он не должен так, потому что, верно, обоснование. Совершенно верно. Недопущение и обоснование. Или ожидание. Да. Первая часть. Недопущение и обоснование. Почему? Вот с этого вы всегда должны начинать собственный диалог с самим собой. Все это поняли? То есть, в принципе, если вы просто будете технологически видеть ваши недопущение и ожидание потому что и обоснование, для вас уже откроется огромное поле для работы. Поняли? То есть, вот, даже не надо вам знать или там помнить семерку убеждений. Долженствование, оценочное суждение, катастрофизация, перфекционизм, чтение мыслей, обобщение, неменативного дискомфорта. Даже вот этого можно там технологично не знать детально, но если вы просто скажете, так, я сейчас разозлилась, потому что я ожидала, что он вот так-то и вот так-то, потому что и там пошел какой-то список обоснований, потому что это означает, что он меня не любит, не уважает, потому что это означает, что я буду глупый, это означает, что я больше не смогу, это означает, что я слабее, это означает, что я глупее. Это означает, это означает, это... То есть, все. Если вы даже вот за это схватитесь, но крепко, что будет с вами? Кто скажет? Молодец, Рита. То есть, если вы даже за это схватитесь, уже будет очень клево. Уже будет очень здорово. Вот уже будет очень здорово. Да. Верно. То есть, первое, с чего вы прям начинаете усиленно бомбить себя и усиленно бомбить собственные проработки, это где сейчас мои ожидания. Поняли? Напоминаю, что у нас есть основная история. Это страх. А, нет, давайте по-другому пойдем. Значит, запоминаем. У нас есть прошлое, настоящее и будущее. Вот это тоже всегда держите в голове. Задавайте себе всегда один вопрос. Где я сейчас? Мысли. Ну, например, кто-нибудь плакал в кинотеатре, когда Ди Каприо тонул на едини? Конечно. Помните этот эпизод? Роза. Как его там звали-то? Джек. Да? Джек, ёпта, ты куда? Роза. Да, вот все помнят этот момент. Рыдали даже. Кто-то там прям на взрыв рыдали. А по факту, если взять ситуацию, то что происходило по факту? А по факту вы сидели в кинотеатре, в котором перед вами была натянута белая простыня, на которой показывали некоторые картинки и их озвучивали. Но рыдали вот так, как будто Джек это ваш близкий родственник, а то и даже вы. Как будто это вы утонули. И к вам такая, сука, несправедливость. К вам такая, сука, несправедливость и нечестность. Помните Зелёная Миля. Кто смотрел Зелёную Милю? То же самое. Вы себя ставите на место героя. Вы просто тупо смотрите кино. Но на самом деле почему вы переполнены эмоциями? Потому что ваш мозг вспоминаете, что? Ваш мозг вспоминаете, что я сейчас хочу сказать. Что мозг? Нет, не внушение. Ваш мозг создаёт эмоцию образами. он интерпретирует всё образами. То есть он не видит реальность. У него всё, что происходит в его командной строке. Кто помнит командная строка программирования? У него всё, что происходит в командной строке, это образы. То есть это образы. И не важно, этот образ создаётся посредством реальности или этот образ создаётся посредством чего? Посредством какого-то домысливания. Вот это сейчас я хочу, чтобы вы все помнили. Например, если я перед вами выложу две змеи и скажу, что вот эта змея ядовитая, а вот эта не ядовитая, и возьму не ядовитую змею на руки, ее поглажу и дам вам, вы будете как бы немножечко быть мерзко, но нормально. И если она даже вас тяпнет, не ядовитая змея, вы скажете, ой, ну ладно, она не ядовитая. Будет ли у вас страх и паника? Нет, не будет. Почему? Змея же вас тяпнула. Потому что у вас нет обоснований для паники, правда? Вы говорите, это не опасно, потому что она не ядовитая, поэтому... Поняли, как это выглядит, ребят? Просыпаемся. Поняли, да, почему? То есть вы себе обосновываете, что она не опасная, потому что... То-то, 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 то-то. А если я к вам подкидываю ядовитую змею, ядовитую змею, и что происходит? И она вас тяпнула. Что у вас начнется? У вас начнется паника. Потому что у вас создается образ, это сейчас будет полный пиздец, поэтому мне сейчас надо срочно в больницу, вести сыворотку, иначе я умру. Сейчас начнет отек легких, потом начнется отек горла, потом начнется сердечная недостаточность, потом т.д.т.м., и вы начинаете паниковать, судорожно звонить в телефон, ехать в больницу. Поняли? Яд побежит по венам, да. Ногами побежал. Поняли? То есть вы начинаете так же мыслить образом. У вас что одна змея тяпнула, что другая тяпнула. А я потом к вам подхожу, говорю, ты знаешь, мы удалили ядовитые железы еще два года назад. Она каждый день тяпает в дверь. Никто еще не откинулся. Желез нету. Она у нас кастрат в этом смысле. Поняли? Тогда что происходит с вашей реакцией? Вам сразу полегчает, потому что что? Потому что вы дадите себе обоснование, что, о, блядь, Красиков, идиот ты, сука. Да? И вы скажете себе, Леша, Леша, твою же душу богу мать, да? Вот. И вы себя опять обоснуете. Нет опасности. Поняли, как эта фишка работает? Все поняли это? Поднимите, кто сказал, понял. То есть, вы постоянно создаете эмоции только посредством обоснования себе, почему. Все сейчас услышали то, что я привел пример этот. Запомните этот пример. Запомните этот пример. И когда вас в следующий раз начнет что-то пугать, вспомните меня. И задайте себе вопрос, как я сейчас обосновываю себе события. Поняли это? Как я сейчас обосновываю себе события? Как я сейчас вижу... Внимание, пишем. Как я сейчас... Вот это прям очень крутая фраза. Вижу повод себя подрочить. Как пишется? Подрочить или подрочить? Подрочить? Мужики. Дром? Угу. Спасибо. А почему у меня показывает неправильно? Ну ладно. Ага, спасибо. Проверочные слова, вы, конечно, молодцы. Очень хорошо. Слитно пишется. А, слитно? Я не узнаю, как дрочить. Понимаете? Я не умею. Ну, подрочить слитно? Слушайте, вы такие специалисты, а... По... Я не знаю. Верните строку. Слитно пишется. Хорошо. Спасибо, Ирина, большое. Значит, поняли, да? Еще раз я повторяю строку, потому что у меня тут опечатка в слове подрочить. Извините меня, пожалуйста. Я, когда учились в школе, я сдавал бутылки и мыл машины. И мне сказали, что я вырасту дворником. Но, в принципе, я практически и мы вырос. Так. Расчищаем мусор. Как я сейчас вижу повод себя подрочить. Все запомнили эту фразу? Все запомнили, да? Как я... Вот прям запишите ее сейчас, пожалуйста, потому что она должна с вами остаться на очень долгое время. Не пишите ничего в чате. Как я сейчас вижу повод себя подрочить. Раскрываем этот тезис. Как я себе обосновываю повод на эмоцию. На эмоцию. Например, как я обосновываю повод на эмоцию страха. Например, паники. Паникеры бывшие прекрасно знают эти поводы. Да, например, стыда. Например, вины. Ревности. Обиды. То есть, я хочу, чтобы вы детализировали. Например, возьмем паникатак. Очень простая история. У вас начинается вегетативное напряжение, и вы начинаете обосновывать себе повод попаниковать. Например, если у меня сейчас это, то случится это. Если у меня будет это, то грозит этим. Если у меня это, а дальше вот это, а еще и вот это, это полный пиздец. Самая, знаете, какая классная фишка у паникеров. У них такая логика. Они же все логисты у нас пиздец какие оригинальные. И они говорят себе так. Я и так в неврозе. В СД. У меня и так много адреналина. И если сейчас меня шиндарахнет паника, это значит мой адреналин наслоится на новый адреналин, а потом еще один адреналин, и я точно помру. То есть, у них логика работает вот именно вот так, что адреналин помноженный на адреналин, помноженный на еще кубик адреналина, помноженный на это, ну, естественно, я откинусь. Ну, что тут непонятного-то, да? То есть, люди начинают обосновывать себе сами, каким образом они начинают умирать. Ну, Алексей, вы что, не понимаете, да? Это же опасно, потому что и там идет прям слезное обоснование, да, почему так случится. люди вот в этот момент совершенно не хотят задаваться вопросом, что такое адреналин, откуда он бывает, и как он дозируется вообще и чем. Кто подскажет мне повод передознуться адреналином собственным? Кто мне подскажет способ передознуться собственным адреналином? Страх смерти, ага. Шок анафилактический, да вы что, серьезно, как это связано с передозировкой адреналина, что вы несете? Итак, давайте не спу... Видите, кто-то у нас находится все еще во власти иллюзий. Пишем или запоминаем те, кто во власти иллюзий. Собственным он еще называется научно как? Кто знает это слово научное? Собственным гормоном кто знает научное слово? О, есть знатоки эндогенным адреналином, собственным эндогенным гормоном передозировать организм себя не может. Будь то прогестерон, эстрадиол, тестостерон, адреналин, там я не знаю, серотонин, дофамин, неважно, с собственным гормоном передоз быть не может. Поняли, да? То есть организм не может сам выйти на такие режимы, чтобы передознуть себя, будь то адреналин, будь то еще что-то. Поняли? То есть даже если у нас есть дисфункции, например, там щитовидной железы, или даже если у нас есть дисфункция любой другой железы, которая либо недорабатывает тироидный гормон, например, если мы щитовидку берем, либо гипертрофированно вырабатывает тироидный гормон, и у нас наоборот повышенные гормоны щитовидки, даже в этих случаях передоза быть не может. Просто дисбаланс этих гормонов будет сказываться на работе той самой вегетативной нервной системе, высшей нервной деятельности и так далее. Единственный способ, чтобы у вас адреналин вырабатывался сам и в повышенном объеме, это какой? Кто знает? Единственный способ физиологии человека, чтобы адреналина было больше, чем положено по необходимости. Это какой способ? Нет, мы сейчас говорим про эндогенность процесса. Нет, спорт вообще с адреналином вообще никак не связан. У меня, кстати, был форум, и там мне задали такой охрененный вопрос, я прям был в шоке чуть-чуть. Люди считали, что после тренировки у людей болят мышцы потому, что адреналин. Можете представить? Я вообще в шоке, если честно, был от такого интерпретации. Люди считали, что у них болят мышцы из-за адреналина на тренировке. Причем, я могу честно сказать, что это была моя коллега. Причем с достаточно известным вузом российским. У них во время спорта выделяется адреналин, поэтому их мышцы дергают. Знаете, вот это высшее психологическое образование одного из лучших вуза России. Я вообще не знаю, где они в химической реакции во время спорта нашли адреналин. У меня очень большие вопросы к ним. Лактат? Окей. Вода, распады глюкозы, распады АТФ? Да. Распады креатинфосфата? Да. Но как они в мышечной работе нашли адреналин, никто не понимает вообще. Вот. Окей. Смотрите. Значит, пишем или запоминаем. Единственный способ, чтобы у вас выбрасывался адреналин естественным путем, это иметь новообразование надпочечников. То есть, если у человека есть новообразование надпочечников, которое влияет на функцию надпочечников, то могут быть несанкционированные выбросы адреналина. Но если вы сделали ультразвук и у вас нет никаких новообразований ни надпочечников, ни головного мозга, сам по себе адреналин выбрасываться не может. Соответственно, все выбросы адреналина, которые у вас в организме происходят, они выбрасываются только тогда, когда вы что себе делаете? Вы понимаете себя. Когда вы что? Даете себе обоснование, что вам что-то угрожает? Вот и все. Даже не тревога, ребятки, даже не тревога, Олеся. Вот тревога адреналин не выбрасывает. Вот это ваша суета, это еще не адреналин. А я помню прекрасно свои панические атаки. Кто помнит свои панические атаки? Я помню до сих пор. И у меня после панических атак, которые прошли там в шестом-седьмом году, у меня было много тревоги, поверьте. У меня были поводы, мне было реально тревожно. Я вам могу, я не знаю как вы, но я вам могу на своем опыте объяснить разницу между тревогой и между паникой. Знаете, в чем разница? Тревога это просто тебе херово, ты вот не знаешь куда себя деть, тебе вот как-то вот, как-то вот, как-то тебе вот так. А паника это спазматическое состояние, когда тебе хочется съебаться. Понимаете? Когда тебе хочется попросить о помощи. Вот паника это всегда она вообще не про тревогу. Паника это локальный пиздец, все да, то есть это совершенно другая вещь. В тревоге адреналина у вас не будет. То есть адреналин выбрасывается командой головного мозга только тогда, когда вы себе пишем обосновываете. Как мы можем обосновывать? Повторяем. Пишем первое. Главное это угроза. Угроза жизни. И есть еще один вариант, кто догадается. Вот у нас есть три варианта. Да, сумасшествие в том что угроза позора, угроза недопустимому. Вот пожалуйста вот эти три варианта. Да, то есть паниковать человек адреналина с точки зрения психологии может либо если он посчитает что-либо для него угрожающим раз для его жизни, либо он посчитает, что сейчас он опозорится. Например, не все люди, которые будут бояться опозориться, испытают адреналин. Внимание, вопрос. Как вам кажется, кто способен испытать паническую атаку от метафора позора? Например, если я сейчас подумаю, что кажись это шиза, у меня была одна ситуация, хотите я вам расскажу? Называется Леша переработал. Это было года, наверное, два, может быть, три назад. Я реально испугался. Ходите расскажу. Сейчас расскажу. вот угроза жизни, угроза позора и угроза недопустимого. Угроза позора работает только у тех, давайте это запишем. Угроза позора работает только у тех, ребятки, сейчас я ваши комментарии убираю, они правильные, просто я хочу сюда их сместить. Пишем паника или страх из-за угрозы позора бывает только только тогда, когда перспектива позора крайне недопустима. Вот и весь ответ и вся ваша терапия. Поняли Фишко? То есть вы можете запаниковать только тогда, когда позор или шиза для вас крайне недопустима. Understand? То есть есть ли передо мной человек, для которого позор это ёбаный пиздец, он запаникует при одной метафоре, что вдруг может что-то учиться. Понятно? А если перед вами человек, который скажет, ну, описываюсь и описываюсь, ну, упаду и упаду, ну, даже если я опозорюсь в кавычках, ну, так бывает. Он запаникует от таких метафор никогда в жизни. То есть паника, она всегда рождается на стыке недопустимости. Почему люди, которые не боятся смерти или относятся к этому потому что если ты говоришь, ну да, окей, я могу умереть завтра, ну да, окей, я могу, мой жизненный путь может закончиться в любой момент, это реальность, это правда. Если вы к этому так относитесь, у вас будет паника? То есть если я открою вам всем черепные коробки, возьму долбанный паяльник и перешгу вам в зону мозга, отвечающую за страх смерти, у вас будут неврозы вообще? Ну, неврозы может быть, да, но паники не будет никогда. То есть есть еще один способ справиться с паническими атаками, если не ошибаюсь, где-то я догадываюсь, что такая хрень существует, это депривация страха смерти в принципе. То есть когда у человека отсутствует острый страх смерти, путем это, религиозности, путем каких-то внутренних смирений и обоснований. У него не будет паники. Да, у него будет вегетатика, да, у него будет как бы херовое состояние, может быть, будет испуг, но вот такой паники и расстройства не будет, потому что он сядет и скажет, ну, умру, значит умру. А паника работает, когда вы говорите умру, значит умру? Работает ли паническая атака, когда вы говорите, ну окей, давай, давай, оп, не работает. И поэтому у этих людей панических атак и панических расстройств не будет. Но невротическое расстройство и тревожность будет, конечно, потому что они связаны со смертью в принципе. То есть со страхом смерти связано только выброс адреналина. Всем вот этот секретик понятен. То есть если вы не будете интерпретировать как недопустимый позор какую-то перспективу, или вы не будете интерпретировать смерть как недопустимый ебаный пиздец, тогда у вас не будет паники никогда. Ровно так же, если вы себе объясните, что вегетативное напряжение не способно мне повредить, вегетативное напряжение не способно меня совести с ума, если вы себе это обоснуете и докажете, а как вы это можете доказать? вспоминаем. Как вы себе это можете доказать? Вспоминаем. Паническая атака работает только тогда, когда у вас начинается напряжение, и вы пытаетесь что его? Вы пытаетесь его что? Тормозить. То есть у вас начинается вегетатика, вы вышли из дома, вы говорите нет, нет, не это, только не это. Вся хуёвая, всё хуёвое самочувствие оно у образуется из-за этого. То есть головные боли, потом сильные слабости, бла-бла-бла и так далее, у вас возникает вот здесь. То есть когда вы говорите только бы не было, только бы быстрее отпустило, только бы быстрее, когда вы очень сильно сопротивляетесь и терял в том числе последствия вот этих огромных сопротивлений и напряжения. Поэтому единственный способ убрать вот эти побочные эффекты силы трения, это просто-напросто сделать следующую вещь. Вы прилезут, а вдруг я отсосу всему метрополитену. Да пожалуйста, буду сосать столько, сколько захочется. А вдруг я сейчас вообще здесь обосрусь и так далее, и говно потечет у меня по ногам. Да вообще не проблема, пускай течет только сколько ему надо. То есть вы вообще не пытаетесь как-то критически осуждать эти мысли, вы не думаете о смерти, вы просто-напросто принимаете тот физиологический дискомфорт, который у вас иногда бывает, вы просто-напросто стоите, дышите ровно, говорите, ну окей, давай, давай, ну давай, ну потемнело, да, там в глазах чуть-чуть, ну бывает, ну да, ну все, но никуда не бежите, никуда не щемитесь, не пытаетесь делать так, чтобы об этом не думать, не пытаетесь делать так, чтобы этого не было. Поняли, да? То есть ваша главная задача это что? Попытаться вообще убрать сопротивление? Внимание, вопрос на таком. На основании каких вещей вот это сопротивление работает? Вот казалось бы, да? Просто же понять, убери сопротивление, пропусти все через себя, проживи, а внимание, вопрос, кто может, а кто не может? Вот я знаю прекрасное количество людей на девятом сезоне, поставьте плюсик, кто вот эту технику делал, ему помогло, и он сбавился от панических атак. Вот сейчас просто посмотрите, плюсик. Опа! Видите, да? А теперь смотрите, в чем фишка? Фишка заключается в том, что есть люди, которые не справились, у которых все равно есть панические атаки. А знаете, почему? Потому что у них есть, пишем, внимание, обоснование, у них есть обоснование на то, чтобы сопротивляться, согласны? Да, Света, я с вами полностью согласен, это недоверие. Это недоверие мне, это недоверие моим коллегам, это недоверие своему организму, это недоверие своим знаниям, это недоверие вообще всей этой пиздоброте психологов и психотерапевтов, которые могут что-то напиздеть. Да? И вот этот момент, он очень важен. То есть, вот люди, которые сомневаются, постоянно, вот как бы говорят, а вдруг все-таки, а вдруг, а может быть нет, а может быть не надо, у них не получится выполнить вот эту штуку и закончить проблему с симптоматикой только лишь. Причем, знаете, какая интересная есть закономерность по твердолобости клиентской, хотите? Ну, вы догадываетесь, да? Если человек не доверяет мне, моим коллегам, знаниям, информации, статистике, физиологии, и он просто вот здесь постоянно создает напряжение, как вам кажется, у него будет с когнитивной терапией, когда мы будем говорить о допущении, рациональном ответе, о заменении требований на пожелания, у него будет примерно та же самая история сопротивления. Поняли? То есть, корреляция статистическая очень интересная. Если человек может довериться психологу и может довериться вот этим знаниям и расслабиться во время вегетатики, и расслабиться во время полета, расслабиться во время визита к стоматологу, вот просто расслабиться и разрешить всему происходящему проходить через себя и не создавать никаких смертей, сказать, ну и пускай будет что-что угодно, у него удивительным образом когнитивка заходит хорошо. Согласны? То есть, чем лучше вот здесь человек способен развивать это доверие и вот это доверие к вот этим процессам, тем лучше у него усваивается метафора например, тех же самых ожиданий. то есть, вот есть такая интересная статистическая штука во всяком случае в моей работе, я не знаю как в целом, но я это вижу очень хорошо. То есть, если человек упорот и все-таки обманывает себя вот здесь, то он и здесь будет так же, где это? Вот. он и здесь будет так же себя обманывать. То есть, это касается ситуации, да, и видения. Он не сможет дать себе рациональные ответы. Поэтому здесь очень важный такой момент, да, то есть, люди, которые хотят добиться результатов, но при этом все равно говорят, вот как бы не хочется напряжения, не хочется вот этого всего слушать, не хочется вот это. Они в когнитивке так же. И они вам скажут примерно так, давайте вот это вот, мне как бы легче стало, я вот тут с феназепамчиком, вот тут я с мамой погуляю, давайте поглубже, сразу поглубже, давайте. Даже если ты пойдешь у них на поводу как консультанты, пойдешь сразу поглубже, вы встретите огромную инфантильную часть личности, которая также будет сопротивляться рациональным ответам. И у нее все то же самое будет в таблице. Как это будет выглядеть? Она говорит, я не верю тому, что я пишу. Слышали такие фразы? Я не верю. Я говорю, было бы неплохо, если бы все люди делали так, как я считаю нужным, но я прекрасно понимаю, что в жизни люди могут делать так, как считают нужным. Они по множеству причин, и моя задача договориться с собой и с окружающими. Какого хера, Алексей, почему? Вы что, не понимаете, что это вообще ужасно, то, как он себя ведет? Поняли закономерность? Ребята, а вы здесь у меня? Закономерность. Поняли, что если вы вот здесь профанируете на самом базовом этапе, то вы будете и в когнитивке профанировать. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. И вот здесь возникает очень серьезный такой момент, что вот это закономерность, которая феерично работает. Ну и что делать тогда? Задать себе вопрос, почему здесь я сопротивляюсь? И какой это вопрос? Обоснования. На основании каких обоснований я вот здесь не могу включить концепцию проживания? чего я так боюсь? Я не доверяю Алексею? Я не доверяю Иванову Петрову Сидорову? Я не доверяю своей физиологии? Я не доверяю кому? Или я просто инфантильная тварь, которая, Игорек, которая просто не хочет ощущать себя дискомфортно? Но проблема в том, что мой дискомфорт прямо пропорционален моему нежеланию. Чем сильнее я не желаю, тем сильнее мне хуже. И если я как инфантильная тварь хочу себе лучшего, то в моих интересах что? Перестать сопротивляться? Логично? Логично. Только вот здесь этой инфантильной части придется договориться и торговаться с собой. Что если я не хочу испытывать дискомфорт, в моих интересах успокоиться здесь. В моих интересах перестать пыхтеть с такими ноздрями словами «Когда меня отпустит мама, я не хочу это терпеть». Нет, хватит, все. Понимаете? Потому что если вы тут себя обманываете, то и в когнитивке у вас будет все то же самое. И вы будете писать в вашей тетради и говорить «Какая херня? Чего-то я в это не верю». Правильно, не верите, потому что вы даже себе не верите вот здесь. Чего бы вы должны поверить, что было бы неплохо, но я прекрасно понимаю, потому что какие аргументы? Вы скажете, что за аргументы? Пошли они все нахер. Вот я хочу, чтобы мы вот этот секрет, вот эту закономерность уловили. Поняли? Я какой-то пример хотел рассказать. По поводу страха сумасшествия. Давайте сейчас мы к этому придем. Еще один вариант испугать себя может случиться у тех людей, которые очень сильно боятся, что они сойдут с ума. Значит, кто, что за портрет клиента, который боится сойти с ума? Как правило, в 99% случаев это выглядит следующим образом. Страх сумасшествия это такая творческая фантазия, которая приходит в голову тем клиентам, которые боятся не то, чтобы даже умереть. Умереть-то они иногда не боятся. Они говорят, даже лучше умереть. Они боятся стать, пишем или запоминаем, неэффективными. они боятся стать обузой, они боятся стать неэффективными, они боятся стать неполноценными и доказать шизофрении свою неполноценность. Поняли? Они боятся доказать шизофрении свою неполноценность. Понимаете, о чем я? Сейчас, секундочку. Неполноценность. У меня была так года назад. Я еще не жил там, где я живу сегодня. Я работал очень много и очень интенсивно. Вы все знаете, что я сам веду тренинги. У меня на этой неделе 6 вебинаров по 3 часа и 4 публичных выступления. Можете представить? У меня... Вы можете загибать руки даже. В понедельник вебинар, во вторник утром группа вебинар. А в среду утром студенты и ученики мои в среду вечером вебинар. В четверг сегодня у меня публичное выступление было, форум. Сейчас у меня вебинар. Выступление раз, выступление два. В субботу вебинар. В воскресенье у меня семинар на рублевом сообществе. За неделю. Но два года назад у меня тоже было достаточно интенсивно. И в какой-то вечер я пошел, зажег благовонию вечером. Я закончил вести какой-то из групп, по-моему, я не помню, что или я просто блок скайпов вел. Я зажег благовонию. Это выглядело примерно вот так. То есть стояла подставочка такая для благовония. Я вот так ее зажег. Значит, зажег. Она задымила. Я пошел на кухню. У меня тогда была двухкомнатная квартира в панельном доме. И у меня от спальни до кухни. Это сейчас мне надо спуститься до кухни. А сейчас тогда у меня было просто. Вот из спальни вышел, пошел на кухню. И я на кухню, значит, что-то сделал. Прихожу в спальню. Нет палочки. И я смотрю на эту штуку. Палочки нету. Прошло буквально минут, наверное, пять. Более того, нету даже основы палочки. И я подумал, что она упала. Но проблема в том, что эта подставка стояла на очень большой такой, как бы, на тумбочке. И даже если бы она упала, она бы никуда не укатилась. И тут я понимаю, что, ну, украсть палочку никто не мог. Ну, естественно, да? И тут я начинаю понимать, что по ходу дела я хотел зажечь благовоние, но я ее не зажег. Понимаете, да? Я ее просто не зажег. Я ее, скорее всего, взял, но не зажег. А моя психика – не я. Это было так, как будто я это сделал. Там, да, как бы, что это вообще было, да? Вопрос в том, к чему я. Очень многие люди бы стали интерпретировать и пугаться. Я к чему вам это рассказываю? Не ступаться и доводить до кататонического ступора или паники какие-то феномены в организме. Какие-то какофонии звуков, какие-то там всякие писки в ушах, мушки летающие или какие-то… Не надо доводить это до состояния… А, ой, ой, что со мной… Это симптом. То есть постарайтесь относиться к физиологическим явлениям или каким-то синестопатическим там состояниям вот попроще. Вот просто попроще. Как это сделать? Подсказка. Подсказать вам? Есть одна простая вещь. Чтобы относиться попроще ко всему, пишем, чтобы относиться проще. Слышали такие фразы, да? Относиться проще. Проще надо быть, да? Слышали же, да? Вот почему у многих боятся… Многие боятся шизофрении, а почему многие боятся… вот всей этой хрени? Очень просто. Потому что недопустимо упасть в грязь лицом. Вот в чем проблема. Потому что если для вас… Почему я не испугался, не запаниковал? Если вы меня спросите, Лёш, ты боишься заболеть шизофренией, сойти с ума? Ну, я понимаю, что это как бы невозможно вот таким образом, да, сделать. Я вам отвечу искренне очень просто. Если я гипотетически предположить, что я от своей работы или еще каким-то образом там попаду в психушку и в дурдом, ну, каким-то макаром, да, каким-нибудь, то, ну, конечно, наверное, это не прикольно. Но что же сделать? Ну, значит, такова, что солярий. Надеюсь, что мне кто-нибудь будет приносить там апельсины, морковку там. Ну, морковку, наверное, нельзя, да, по известным причинам. Но апельсины, наверное, там с яблоками можно будет. Надеюсь, что врачи мне помогут и надеюсь, что пропишут какие-то лекарства. Если я совсем потеряю адекватность, то мне вообще будет по барабану, потому что я буду на планете там какой-нибудь там тусоваться, там ловить гномиков, еще что-нибудь. Надеюсь, мне будет весело. А может быть, меня обколет нахрен препаратами так, что я как бы и особо париться по этому поводу не буду. Поняли? Поняли? Вот я хочу, чтобы вы это для себя сейчас прочувствовали, что если вы можете, пишем, если вы можете договориться с собой по вопросу недопущений, то у вас все получится в книге. Поняли? Поняли? Ребят, то есть, если вы сможете договариваться о том, что для вас является крайне недопустимым. Например, а если он меня бросит? Или, а если я сойду с ума? Кума, да, написал? Или, а если меня уволят? Или, а если я проиграю? Или, а если акции пойдут вниз? Или, а если, ну, а если, а если, а если и так далее. То есть, когда вы выпишите все эти ваши а если и увидите список недопущений, то вам станет понятным, что вас держит за яйца. Второе. Второе. После, можно в таблице, можно в списке, сейчас это не важно. Подождите, не отвлекайте меня, пожалуйста. Второе. После того, как вы выписали вот эту всю историю про недопущение, а если это, задавайте себе вопрос. Почему для меня это так недопустимо? Почему для меня это так недопустимо? Почему? И вот тут вы начинаете писать себе, желательно детальные. Вот так, минимум 5-7 штук. Под названием, почему я так этого не допускаю. Смотрите, начиная со слов в мой адрес, заканчивая поведением людей и каких-то, просто наличие каких-то событий. Либо здесь очень важно о воспоминании прошлого, констатация поведения или событий в реальности. Или о гипотетических, гипотетических вариантов будущего. Сейчас я вам хочу сказать очень интересную вещь. Пишем, откуда, пишем, что такое тревога. What is anxiety? Что такое тревога? Что такое тревога? Я хочу вам просто сказать ше, что ше. Что такое тревога? Тревога это намеренное обдумывание фантазий. О будущем, которое я никак не хочу допускать. Вот и все. То есть, чтобы болеть тревожным расстройством, достаточно взять, посадить с собой тело, простите, посадить себя в кресло. Да? Сейчас, одну секундочку. Блин, включилось не то, что надо. Садитесь себе, просто у нас там дедлайн по ювелирке и мне приходится давать ценные указания моим сотрудникам, потому что у нас завтра презентация ювелирной коллекции. И плюс я утром уже должен быть в Санкт-Петербурге. Значит, вы сажаете себя в кресло и говорите, что бы мне заболеть генерализованным тревожным расстройством. Что мне надо сделать? Мне очень просто, надо сейчас начать думать о том, что будет и может произойти в моей жизни, чего я так сильно не хочу. Вот сейчас каждый может это сделать. Вот сейчас у вас там почти 200 человек онлайн. И каждый из вас может сейчас создать себе тревогу. Хотите попробуем? Мне лететь на самолете через несколько часов в Питер. Я могу прямо сейчас все сказать, а если я не долечу? А если случится? А если будет это? А если будет то? А если завтра я выступать буду на конференции? У меня два доклада. А если это? А если это? Все. И я нахер не усну. А если к этому потом прибавить? У нас презентация коллекции. Потом у нас фотосессия. Потом у нас это самое. Так, значит у меня надо успеть в Питер. Надо успеть собраться. Если я не успею это, если я забуду это. Если забуду то, а завтра мы там врачи. Завтра у меня это дарует. Потом мне фотосессия, потом презентация юбилейки. Потом мне нужно успеть прилететь в Москву. Потом у меня это самое, как Protest полина дебро́ва. У нее там бизнес-клуб, женские форумы. То есть я могу сейчас сам взять? И создать себе генерализованное тревожное расстройство. Хотите? Это очень просто. Это вообще пипец как просто. Хотите ценные указания, как создать себе генерализованное тревожное расстройство? Вы просто берете и начинаете рисовать перспективы будущего крайне недопустимого. Задавайте себе вопрос, какого хрена я так сильно это не могу допустить? Почему я не могу этого допустить? Дело даже не про здесь и сейчас, Вика. Смотри, каждый из нас может улететь в будущее, правильно мыслим и мыслим? Но мы не можем постоянно быть здесь и сейчас. Мы не можем. Я как предприниматель, я как частный практик, не могу быть здесь и сейчас. Мне приходится, черт побери, мне очень нравится тема здесь и сейчас. Поднимите руку, кто здесь есть предприниматели? Или топ-менеджеры? Или хотя бы руководители департаментов? Есть такие? О, немало. Вот эти люди, которые сейчас подняли руки, вам скажут, что когда ты руководишь проектом, ты продакт-менеджер, когда ты отвечаешь за команду, да хер два, ты будешь здесь и сейчас. Тебе приходится всегда думать наперед, таможня, налоговая, значит, Сидоров, Иванов, Петров, ты всегда, постоянно улетаешь в какие-то будущие процессы, потому что комбинаторика мышления предпринимателей, топ-менеджера, она не здесь сейчас. Она всегда идет немножечко вперед. Разница заключается в том, что в самом мыслительном процессе, ребята, интересно, про будущее, будьте вы президентом, будьте вы, я не знаю, топ-руководителем или домохозяйкой, у которой муж ушел на работу, да, в самом мыслительном процессе о том, куда я сейчас поеду с детьми. Итак, сначала я дочку отведу в детский сад, потом я, значит, поеду на маникюр, потом я должна забрать там из химчистки, значит, нашу одежду, потом я забираю дочку, значит, из детского сада, мы едем с ней ужинать, обедать, потом я веду ее на курс английского, это тоже про будущее, это ни хрена не про здесь и сейчас. Но у нее нету тревоги, потому что у нее нет в голове паттернов под названием «только бы мы сегодня не опоздали на английский», «только бы сегодня Сидоров нас не подвел», «а если мы поедем на дороге», «а если мы попадем в аварию», то есть у нее нету конструкции под названием «а бы что» не произошло. Всем это понятно? У нее есть конструкция под названием «я не знаю, что будет, у меня есть план действий», но если в этот план действий вклиниться какие-то форс-мажоры или обстоятельства непреодолимой силы, как я буду действовать? Я буду действовать по ситуации, такое может быть, и если даже по фантазируемому поедем сегодня с моей дочкой обедать, и нам на крышу машины упадет каменная плита, я надеюсь только, что мы выживем. Но гипотетически возможно, что мы нахрен подохнем все и будем не в самом приятном виде, и возможно нас придется хоронить в закрытом гробу. Возможно да, я не знаю, но я надеюсь, что такого не произойдет, и наша жизнь будет долгой и счастливой, пахнуть мармеладкой и розовыми сакурами. Но в жизни бывает всякое. Вот у такого стиля мышления никогда генерализованного тревожного расстройства не бывает. Вот это важно. Вика сейчас об этом же писать начала. Молодец. Супер. Вика, Вика, Вика. А я твою фамилию не знаю. Вика, а ты из Питера? Ты моя ученица, нет? Писать начала. А ты, наверное, про пост говоришь какой-нибудь или просто Вика? Окей. Вот этот момент, он очень важный. Я из Питера. Хорошо. Вот этот момент, он очень важный. Все это поняли? То есть, что такое тревожное состояние? Все поняли, как заставить себя тревожиться? Пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Как заставить себя тревожиться? Пожалуйста, сами сейчас себе это произносить. Не обязательно писать сейчас в чате, не надо. Просто скажите мне сейчас слух. Чтобы я начала испытывать тревогу от мала до велика, мне надо что? Начать думать о будущем, слишком непринимающе и катастрофически. Все. Я готова. По поводу ипотеки. Я сегодня был на форуме, и мне коллеги перед моим наступлением подошли и, знаете, какую шутку сказали? Слышал, говорит, последнюю хрень про отношения. А я как раз перед форумом сидел, в машине ехал и записывал комментарии для Космополитов по поводу отношений в браке. И я приезжаю на форум, и ко мне подходят ребята, и говорят, слышал последнюю фишку про то, что самое, что больше всего укрепляет брак. Отношения. Ничто так не укрепляет отношения, как совместная ипотека. Мне кажется, это гениально. Хотите замуровать отношения, возьмите вдвоем ипотеку. И невроз вам обеспечен на ближайшие, сука, 25 лет. А через 25 лет невроз закончится, потому что ты состаришься, и твоя центральная и твоя центральная нервная система уже отомрет нахрен за ненадобностью. Очень простая история. Ну, предприниматели, они такие, ребята, очень веселые. Мне сегодня очень понравилась аудитория. Они прям очень так... Они сначала смотрели скептично, а потом я когда стал приводить примеры, они замолчали и потом даже хихикали. Так, дальше идем. Ничто так не укрепляет отношения, как совместная ипотека. Это просто... Мне кажется, это отдельная вообще статья должна быть просто. Это просто... Мне кажется, это повод для YouTube канала вообще. Так, что мы обсудили с вами? Теперь смотрите. Второй момент, который надо нам с вами обсудить. Это дисциплина. Пишем. Дисциплина. What is this? Дис... Где это? Дисциплина. Дисциплина. В чем фишка дисциплины и в чем фишка КПТ? Значит, все вы знаете, что, чтобы выдержать вот эти технологические процессы, как я это делаю, помнили, да? Что я не допускаю, на основании чего. А давай посмотрим здесь рационально. А как вот здесь, а как вот здесь. А вот план действий, да? Сейчас мы про план деления поговорим еще. Мне нужна дисциплина, чтобы что? От, пишем, 21 до сколько подсказываете? С 66 дней, помните, да? То есть, мне нужна дисциплина. 21-66 дней. В чем фишка? Многие люди думают, вот как вам кажется, я дисциплинированный человек, но если у меня 10 мероприятий в неделю, вебинар, 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 публичка, вебинар, вебинар, публичка, параллельно я в машине успеваю давать комментарии по космополитам, вот я вам могу показать свой рабочий телефон, у меня сегодня, пока я ехал на форум и готовился к выступлению, хотя я не сильно готовился, если честно, я дал три комментария журнала, да, космополитен и еще какой-то журнал. В общем, я не знаю, какой это был, мы там делаем еще две статьи. И вот, кстати, кто читал мою статью «Космополитен о панических атаках». Почитайте, если вам интересно. В «Космополитен» есть про панические атаки, неплохая статья, там 10, по-моему, рекомендаций, что это такое. И еще есть один журнал, «Наша психология», тоже очень интересно. Вот в нашей психологии, в «Космополитене» есть две большие, неврозы и паники, они вам понравятся, если кому надо. Значит, так вот, я к чему? Я к тому, что, как вам кажется, я дисциплинированный человек? Ну, чтобы все вот это вот, как бы вот все это происходило. Плюс, а, у меня еще ювелирный проект. Хотите, покажу? Могу показать. Хотя завтра презентация в 6, не надо бы. Все знают, да, мою любовь к браслетам, мою любовь к камням. Знаете? Ну, я потом в конце покажу то, что я сделал. Выстрадал просто, выстрадал. Кровью писал буквально. В кавычках, конечно же. С почками все хорошо. Я всегда носил кольца, и тот проект, который мы сделали, я сделал, да, с моей командой, это естественное развитие тогда, когда ты делаешь то, к чему ты склонен. Согласны? То есть, мне все сказали, все от звезд шоу-бизнеса до предпринимателей, они говорят, мы даже не сомневались, потому что Кразиков, естественно, может сделать только вот эту вот хрень с камнями своими любимыми, да. То есть, очень органично получилось. Ухо мне было проколото, левое, в детстве, в юности, но уже давно нет. Значит, поехали, давайте про дисциплину, давайте запишем. Секреты дисциплины. Секреты дисциплины. Секреты дисциплины. Значит, смотрите, в чем фишка. Я на самом деле плохого не посоветую, и мне стремно продавать было бы серебряные украшения из говеных камней с говеным дизайном. Поверьте, я слишком трепетно отношусь к камням, особенно это касается аметиста, топаза и сапфира, чтобы под своей фамилией делать дерьмо. Согласны? То есть, я не могу назвать коллекцию Красиков Джевроли, да, и сделать дерьмо китайское. Я знаю, как эти браслеты производятся, как, кем, где добываются камни. Камни добываются по всей Азии. Они добываются в Индонезии, они добываются в Джакарте, в самой Индонезии, на острове Ява, не в Индонезии. То есть, закупаются по всему азиатскому региону камни самородки и обрабатываются семьей ювелиров и делаются ювелирные изделия. Серебро традиционно азиатское, это 925-я проба, не 999-я. Но, вот кому нравится вот такая азиатская старина, да, вот, это вот прям welcome. Это вот моя тема, и каждый браслет, который я буду продавать, я его сам буду держать, ну, это не важно, вам нужно знать. Это не ретро, это очень современно, просто это азиатская стиль. Азиатский стиль именно исполнения браслетов. Но, если хотите, я вам покажу сегодня до презентации. Быстренько покажу, потом в конце, так никому не говорить. Окей, просто коллекцию покажу вам. Не обязательно что-то покупать, они и так разлетятся достаточно быстро. Потому что таких в России нет. У меня эксклюзивная дистрибуция, эксклюзивное представительство этой семьи ювелиров. Потому что они сказали, что я хороший человек, правильными делами занимаюсь, причем они нихрена меня даже не знали. Каким образом, не знаю, но не важно. Значит, смотрите, дисциплина. Я верю, что я хороший человек на самом деле. дисциплина. Дисциплина. Секрет, ну хватит, дайте в чат мне, пожалуйста. Дисциплина. В чем фишка? Значит, многие считают, что я дисциплинированный или еще кто-то дисциплинированный, предприниматели, дисциплинированные, миллионеры, президент дисциплинированный. На самом деле не совсем. Значит, основной секрет, основная задача, чтобы развить дисциплину, надо сделать следующее. Основная задача это стать дисциплинированным ровно на, ну примерно, 35-40 дней. То есть, когда вы крепите навык рационального мышления или какой-то еще навык, вам всего лишь надо собраться на 35-40 дней. Это будет очень тяжело. Ну, например, если вы хотите развить навык чистить зубы левой рукой, а вы правша, вам надо 35 дней каждое утро и каждый вечер чистить зубы левой рукой. Через 40 дней вы удивитесь, но вы на 41-42 день будете уже сами брать рукой, левой рукой щетку, сами чистить дубы левой рукой уже без каких-то усилий. То есть, внимание, усилия прилагаются только в начале развития навыка. Как только навык сформирован, сформирован, усилия уже отпадают. Вот в чем секрет. То есть, на самом деле, дисциплинированные люди, это не люди, которые все время вот такие. Нет. Это люди, которые умеют выбирать навык, который им помогает. То есть, первое, это выбирать, помогать, выбирать полезные привычки, они же навыки. Давайте я буду привычки называть навыки, а навыки не привычки. Окей? Навыки. Ну, чтобы просто понимали. Выбирать полезные привычки. Второе, убирать привычки, которые тратят, тратят ресурсы. For example, это силы, время, деньги, репутацию. То есть, есть привычки, которые у вас тратят силы, тратят время, тратят деньги, тратят репутацию. И люди стараются успешные убирать привычки, которые расходуют вот эти ресурсы, и прилагать усилия на 35-40 дней, чтобы выработать помогающую привычку, которая экономит или дает силы, экономит или дает время, экономит или дают деньги, и экономит или дает репутацию. То есть, у них, в отличие от 95% населения, все перевернуто. 95% населения пествуют однотипные привычки, которые очень часто тратят силы, время, деньги, репутацию, и вот они так живут. Успешные же люди действуют принципиально наоборот. Как только они видят, что у них вот здесь уходят силы, они говорят, стоп, как я научилась это делать, вот это мне не нужно, мне нужна новая привычка, как я буду это не делать. И тратят дисциплинированное время на то, чтобы развить эту привычку. Ну, например, хотите, себя пример приведу, вот из последнего. У меня была привычка проверять социальные сети за рулем в телефоне. постоянно работаю над собой, я постоянно прокачиваю определенные навыки для того, чтобы быть более эффективным, более движущимся вперед, потому что от моей внутреннего развития зависит развитие моих зрителей. Согласны? То есть я не могу остановиться в какой-то момент и рассказывать вам про панические атаки 10 лет. для меня это пик примитивности просто. Поэтому мне приходится естественным путем постоянно себя развивать, но не так, что я лежу такой на диване и говорю, как бы себя развить? Нет, если вы заметили, то все мои развития, они очень органичны, то есть они идут без усилий, оно само происходит естественным путем. Так вот, у меня была такая фишка, я выписал привычки, и вам рекомендую выписать привычки, которые вам расходуют ресурс. И вот, я все не буду перечислять, но вот у меня была одна привычка проверять социальные сети за рулем телефона. И я, когда выписывал это, я говорю, так, давай начинать, значит. И я взял себе за правило, что с сегодняшнего дня, как только я сажусь за руль машины, я включаю только навигатор, и я не лезу отвечать на смс, на WhatsApp, на Telegram, на Direct, на любые мессенджеры, и я даже потом подумываю не отвечать на телефонный звонок. Если я еду с водителем, то я отвечаю, потому что я могу это делать, за исключением одной и другой привычки. И я постарался несколько, сколько мне потребовалось, мне было пипец, как сложно первые пять дней. Меня прям корежило, я там рука сама тянулась. Пару раз я даже открывал телефон, будучи за рулем, так, стоп, 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 вот прям вот так придется делать, стоп, что ты сейчас делаешь? То же самое, когда у вас возникнет привычка себя попугать, поняли, что ты сейчас делаешь? Стоп, куда твои мысли полетели? Харе, все, стоп. Вот так только придется вам делать первое время, поняли все? На пятый, седьмой, восьмой день я понял, что у меня уже не требуется вот это вот кричать на себя славясь, стоп, оно как-то само. Были мыслишки проверить, но я сказал, себе не надо, доедешь, проверишь. Сегодня у меня уже это не вызывает никакого напряжения, я просто говорю, я не проверяю социальные сети за рулем. Вот так это работает с точки зрения нейрофизиологии. И я вам всем рекомендую, я сейчас, обходите про вторую привычку, которую я развивал, она мне охрененно помогает, причем она помогает мне про ресурсность, она помогает мне про силы, и все. Значит, смотрите, следующая привычка, которую я про ресурсность в себе развивал, это как засыпать без тревоги. Как засыпать без тревожных мыслей, и как останавливать тревожные мысли или мысли суетливые. Например, когда ты руководитель компании, а я руководитель, на меня работает энное количество людей, от меня зависят тысячи людей в смысле моей работы, но вот только на девятом сезоне 400 человек. Люди смотрят видео, люди пишут, да, там и так далее. И у меня очень много, 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 много всего ученики, ювелирка сейчас будет, это самое, бизнесмены, которые просто там политики, там авторитетики, ну не важно, неврозы, вы, да, вся эта история, то есть очень много информации, согласны? Очень много информации. И я еще давно выработал одну привычку, как засыпать быстро, хотите поделюсь? Как засыпать так быстро, чтобы не лежать и два часа не морочить себе голову о том, что надо сделать завтра, что будет завтра, что было сегодня, что я не сделал сегодня, что я не сделал завтра и так далее. Это привычка, А, я понял, это популярно, да? Окей, сейчас. Так, подождите, не пишите, я просто, то есть, потом чат не восстановлю, хоре. Все, я понял, что вам это надо, сейчас я это сделаю. Сейчас, 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 сейчас. Не надо себя заставлять, не люблю слово заставить, надо себе заменить и слово заставить на объяснить вот поверьте мне как бывшему спортсмену а вот хотите даже это запишем это вот фишка которую я мало кому рассказывал не надо себя заставлять вот пожалуйста не надо себя заставлять мало кто вам об этом скажет надо себе объяснить вот в чем особенность мотивации вы почему-то считаете что вам надо себя заставить а я хочу чтобы вы понялись меня более профессионально надо себе объяснить для чего тебе это надо для чего тебе это надо ну например если мы говорим о похудении и ты говоришь я хочу заставить себя не есть лишнее количество углеводов да например или я хочу заставить себя просыпаться утром или я хочу заставить себя начать учить английский вот большинство из вас ребят нормально заходит полезно ходят а то мы просто отклонились чуть-чуть мне кажется это важно вам в конце дать а большинство из вас считают что надо себя заставить и ломать да но на самом деле а на самом деле это неправда пишем вам очень важно я понял какое отношение об этом словом тут Mixon ониformed помощь без surrounds пальчики так что вы думаете я - это - Продолжение следует... Так, я здесь. Видно меня, нет? У меня просто кнопочка слетела. Окей, а вам придется себе объяснить. Поняли? Ну, я здесь, все хорошо. Вам придется себе объяснить. Вы меня видите, ребят? Все, окей. Вам придется себе объяснить. Не заставлять. Никогда. Вот, смотрите, когда вы утром спите, да, например, утро, и вам надо проснуться. Ну, кого такое бывает? Не надо себя заставлять, иначе вы прошнетесь в плохом настроении. Согласны? Не надо себя заставлять идти утром на английский. Надо, блядь, идти, надо. Вы будете идти вот такой, вы знаете, как будто вас всю ночь тадо негров там куда-то, потому что вы заставили себя. Вам с собой договориться. Да, мне сейчас лень, но мне это нужно, потому что, опять же, это что? Это обоснование. То есть, эффективный человек, который зовется лидер и успешный, он никогда себя не заставляет на самом деле. Он объясняет себе, почему ему это надо. Например, вы можете себе объяснить, почему вам надо поехать на английский в 7 утра? Или почему вам надо пойти на тренировку? Почему вам надо пробежаться, когда вам не хочется? И если ваше объяснение, почему вам это надо, будет перевешивать, почему вам хочется поебланить, вы победите. Я живу в олимпийской деревне, и вокруг меня живут олимпийцы. Поверьте, ни одному из этих ребят не надо себя заставлять. Они тренируются, как лошади, 7 дней в неделю порой, по несколько часов в день, порой до 10 доходят. Особенно, когда я вижу художественных гимнасток наших девчонок. Они вообще жизни не видят. То же самое касается хоккеистов, баскетболистов и так далее. Дело не в выборе, и дело не в работе. Это люди, у которых есть одно простое обоснование. Я хочу встать с флагом Российской Федерации на Олимпиаде. Все. Это моя задача. И вот все, что у них не хочется, лень, им тоже не хочется порой в зал идти утром. Им тоже не хочется идти на пробежку по утрам. Им тоже мной хочется. Но у них есть задача. Мне нужно пойти на тренировку, потому что это сделает меня лучше, чем вчера. Моя цель Олимпиада. Моя цель выиграть чемпионат мира. Моя цель и в состав сборной. Моя цель такая. Для меня это самое главное. То есть, они могут себе объяснить. Поняли, в чем фишка? Не надо себя насиловать. Надо себя объяснять. Поняли вот эту разницу? Поэтому, если мы говорим про мотивацию, объясняйте себе для чего. Потому что, если вы себе объяснить не можете, вы себя будете что постоянно? Вы будете в невротическом состоянии, потому что вы будете все время идти как бы против себя. Понимаете? Типа надо и типа надо себя заставить. А вся ваша внутренняя часть говорит нет. И тогда ваша жизнь превратится в одно сплошное что? Ломание себя постоянно. Ломаясь полностью. Вы будете озлобленным. Невротизированным. Гнилым человеком, который постоянно себя заставляет. И вы будете срываться на детях, вы будете срываться на жене, на людях, на коллегах. Если вы заставляете себя идти на работу, вспомните. Если вы заставляете идти себя на эту работу, как вы будете работать с этим коллективом? Будете ли вы успешным продавцом, если вы заставляете идти себя продавать? Будете ли вы хорошим руководителем, если вы заставляете пойти себя и видеть эти рожи? Вы видели в метро лица людей? Сегодня перекрыли центр города. У меня был форс-мажор. Я был уверен на 90% что я отменю сегодняшнее занятие. Я стоял возле Кремля. Моя машина припаркована в паркинге одного там здания. И я понял, что я выхожу и я не могу уехать домой, потому что центр перекрыт. Вообще в принципе мне сказали до часу ночи, черт побери. А я в центре города, а мне ехать в Олимпийскую деревню в Подмосковье. И я понимаю, что даже такси не могу вызвать сюда. Водитель мой не приедет сюда. И я очень быстро принимаю решение ничего не отменять, просто прыгнуть в метро и попытаться доехать куда-нибудь. Пока я еду в метро, я вызываю себе водителя, он приезжает, я прыгаю и я половина восьмого уже дома. Моя машина сейчас стоит черт знает где в центре Москвы, возле Кремля. И я утром улетаю в Санкт-Петербург, и я до машины доберусь только в воскресенье к вечеру. Я попал на парковку, как минимум, я думаю, тысячи три я заплачу за эту хрень. Но решение, действие, ответственность. Но сейчас не об этом. Смотрите, поэтому вам надо понимать, что если вы постоянно себя заставляете, если я заставляю садиться и вам рассказывать информацию, вы это будете чувствовать. Если я это делаю с душой, вот сейчас вы чувствуете, что я себя заставляю с вами делиться этим. Как вы меня заебали уже с этой БСД, паническими атаками, уже пятый год. Я сейчас с вами делюсь информацией, вы чувствуете, что? Что я себя заставляю или мне приятно вам об этом говорить и мне хочется? Наверняка вы чувствуете, что мне самому нравится вам об этом говорить, потому что мне хочется с вами этим поделиться. Вот это чувствуется. От души – это тогда, когда вы себя не заставляете, вы делаете это искренне. Вы чувствуете, когда ваш начальник искренне приходит на работу и делает то, что он любит делать. Вы когда-нибудь обслуживались у официанта или у парикмахера, который не заставляет себя прийти, а который объясняет себе, почему он это делает и почему он это делает хорошо? Я могу себе объяснить каждое действие мое. Я могу себе объяснить, почему я сделал это, почему я сделал это, почему я сделал это и почему. Я ничего себе не заставляю, я себя объясняю. Иногда мне приходится немножечко себя наклонить и сказать красиком. А ну-ка, блядь, объясни, зачем тебе это надо, блядь. Я объясняю и делаю. Понимаете? И мне все говорит, Леша, а как ты, сука, не переутомляешь, что у тебя столько мероприятий, столько людей? Потому что я себя не заставляю. Я с собой договариваюсь. И ваша задача – не ломать себя с мужем, женой, людьми, а договариваться с самим собой. Потому что если вы будете себя ломать, молчать, подавлять, вы будете болеть невротическими расстройствами. У вас не будет ресурса. У вас весь ресурс будет как понос из задницы, понимаете? Это один из секретов. Давайте вернемся про сон. Про привычки я бы рекомендовал вам воспользоваться этой штукой. Про ресурсы силы, деньги, время, репутация. Значит, я когда-то захотел развить себе эту привычку, потому что посчитал, что она мне будет полезна, и я был прав. Сегодня я вообще не прилагаю никаких усилий, я могу заснуть в течение двух минут максимум, когда я дал себе команду. Я себе просто сказал, спи, и я засыпаю. Как это сделать? Это потребует определенного времени, но в принципе у меня долго это не развивалось. В принципе, мне кажется, это около месяца максимум. Смотрите, когда вы ложитесь спать, попробуйте это делать уже сегодня. Вы ложитесь спать, там, выключаете свет, я не знаю, один вы спите или с кем-то, не важно. Вот вы ложитесь на подушку, да, все, вы закрыли глаза, темная комната, и вы находитесь где? Вы находитесь в своих мыслях, так? У вас темный экран, и у вас какой-то процесс идет. Не надо говорить себе спать, 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 спать. Вы просто первое пишем, просто делаете паузу. Давайте алгоритмик такой, окей? Просто делаете паузу. Просто паузу. Вы вообще пытаетесь ни о чем не думать, просто пауза. Буквально секунд, наверное, 15. Вы просто, просто вы, там, вздохнули хотя бы. Затем вы второе говорите. Вы пытаетесь сначала просто вычленить, вычленить основную мысль, основную мысль или череду мыслей. Вы просто пытаетесь понять, о чем вы сейчас думаете. Например, вы можете лежать и говорить, так, а если это не успеем, а если это не будет, а если это не получится, а если это не делаем, так, я вот это, а завтра вот это. То есть, вы должны четко увидеть, как наблюдатель, как эти мысли пролетают сквозь вашу голову. Поняли? То есть, вы как будто смотрите, вот так видно, ребят? То есть, вы как будто смотрите сверху и наблюдаете за тем, что вы думаете. А если я завтра не успею это? А вот завтра нужно будет это. А чего ты вот это? То есть, вы начинаете просто наблюдать о том, какие мысли пролетают у вас в голове. Теперь вот третье. Вы говорите себе принудительно. Стоп. И внедряете свою мысль. И задаете себе вопрос. Слушайте внимательно. Сейчас это все обдумывать важно, нужно, полезно. что это дает сейчас. Это как-то сейчас исправит? Это сейчас что мне даст? То есть, проще говоря, вы задаете себе вопрос. От того, что сейчас ты об этом думаешь, что-то изменится, ну, например, надо сдать доклад, надо сдать доклад, надо сдать доклад, я не успеваю. От того, что ты сейчас думаешь о том, что ты не успеваешь дать доклад, или ты не успеваешь это, когда ты лежишь на подушке, что-то поменяется, что доклад от этого сдастся быстрее, или кто-то там, что-то изменится. Нет. Поэтому ответ нет. Нет. От того, что я сейчас об этом думаю, ничего не изменится. Следующая мысль, которую вы думаете. Мне сейчас нужно принудительно прямо вот подчеркните слово принудительно перестать самому хотеть обдумывать это. Вам кажется, что это не работает? я тоже думал, что это не работает, но, оказывается, это работает еще как охрененно. Я не хочу сейчас об этом думать. Все. Все. Многие из вас слышали концепцию о том, что чем больше ты не хочешь об этом думать, тем больше ты об этом думаешь. Правда же? Это правда, но не до конца. Потому что, когда вы говорите, только бы об этом не думать со страхом, только бы не думать о шизофрении, только бы не думать об этом, то со страхом когда? Вот когда со страхом, то это, наоборот, вас догоняет. Потому что любой страх, когда вы от него бежите, он бежит за вами. А когда у вас просто такая какофония мысли в голове, так, а если завтра это мне доклад, начальник Петрович, значит этот, этот, этот. Так, стоп. Сейчас, просто последите за мной. Так, стоп. Сейчас ты зачем об этом думаешь? Тебе сейчас это что-то изменит? Нет. Сейчас твоя какая задача? Перестань об этом думать. Будешь думать об этом завтра. Завтра примешь решение. Сейчас прекрати это делать. Просто расслабься и засни. Завтра, как проснешься, все будешь обдумывать. Ясно? Все. Не думай об этом. Не думай об этом. Хватит. Завтра подумаешь. Вот таким вот спокойным образом вы начинаете спокойно себе это объяснять. Параллельно делайте упражнение. Оно называется вьюга. Я вам прямо решил курсик по топ и стоп-менеджменту немножечко. Вьюга. Что такое вьюга? Вьюга это упражнение для топ-руководителей, президентов, компаний и так далее. Когда они ложатся спать? Или когда у вас какой-то кофе-брейк? Или когда у вас еще что-то? Или, например, у вас перелет из Нью-Красла в Лондон? Или там, не важно. И вам надо просто прийти в себя. Или перед сном это можно делать. Вы закрываете глаза. А у вас в голове акции, цифры, люди, контракты, родственники. Ну, короче, пиздец. И у вас такая вот какафония мыслей в голове и проектов. Вы закрываете глаза и пытаетесь представить. Представляете себе. Представляете себе. Сейчас, одну секунду. Тема, ну как не вовремя. Подожди, 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 подожди. Подождите, сейчас. Представляете себе снегопад. Который. Ребят, давайте сейчас не буду писать, просто послушайте меня. Вот смотрите. Представляете себе снегопад в югу. Представили себе, как снег кружится в югу? Ветер, снег и башет. Представили? Вы должны ассоциировать силу в юге с силой ваших мыслей, которые летают в голове. Примерно поняли, что я имею в виду? То есть, если у вас мысли вот так вот и тревожное состояние вот так вот, то и в юге ваша вот так же. То есть, вы должны сбалансировать. Поняли, что я имею в виду? То есть, если в голове вот так, а если это, а если то, а если это, а если то, То вы и снег себе представляете вот так же. Представили? Фишка главная это сбалансировать в самом начале настройки. Поняли? Да немедленно. Какой медленно, блядь? Вот это что, это медленно очень? Ира. Причем потом, блядь. Сейчас, я говорю. Это поняли все? Вот если у вас мысли вот так вот летают, и проекты летают, и тревога вот так летает, то вы подстраиваетесь это под силу ветра, снега. Это всем ясно. И у вас одновременно, у вас, то есть, вы говорите, фишка, представили вот это. А теперь смотрите, что вы делаете. Вы даете себе сначала команду, ту, которую я сказал. Сейчас. Вот смотрите. Поехали. Вместе со мной или просто наблюдаете? Так. Стоп. Стоп. Тихо. Сейчас твои мысли и размышления что-то поменяют прямо сейчас? Нет. Сейчас какая задача? Уснуть и выспаться. Так? Так. Ты будешь думать о всей вот этой истории тогда, когда ты сможешь принимать решения и действия. Завтра, утром и днем. Понял? Понял. От того, что ты сейчас дрочишь себе голову, ничего не изменится. Так? Так. Поэтому взял себя в руки и спокойно расслабился. Теперь вы переключаетесь на снег, который кружится. Делайте глубокий вдох. И спокойно носом выдыхаете. С каждым глубоким вдохом снег потихонечку начинает кружиться медленно. Потом спокойно опять вдыхаете. И потом спокойно опять выдыхаете. И примерно через минуту ваша вьюга должна превратиться в красиво падающий снег, который просто красиво ложится на деревья, и вы засыпаете. Этой техникой обладает очень небольшое количество людей. и я с вами ей поделился. Поняли? Вот даже сейчас, согласитесь, что я даже сейчас вас успокоил. Почувствовали это? Охрененно, да? Я могу поделиться большим количеством методик. Просто это немножечко другая программа. Вот вы сейчас прям чуть не уснули. Согласны? Клево? Вот. Вот я хочу, чтобы вы поняли все. Это управляемые процессы. Это очень управляемые процессы. Очень управляемые. И я хочу, чтобы вы их запомнили. На кейсах, на кейсах, кнопка, кстати. Ой. Прикиньте, я хотел кнопку вставить, а мне написано подрочить. А почему? Почему? А, я даже не знаю. А, потому что мы исправляли подрочить. Интересный я человек. Я хотел кнопку вам вернуть. Вот кнопка на кейсе. До 15 мая мы начинаем кейсы. Если вы хотите со мной продолжить всю вот эту историю. Welcome. 3500 до 1 мая я уже говорил. Вам понравился девятый сезон, ребята? Надеюсь, что ваши ожидания оправдались за те небольшие деньги, которые действительно вы заплатили. Я был очень рад для вас работать. Я был очень рад с вами заниматься. Последнее. Запомните, у нас есть две руки, в которых кроются неврозы. Личная сфера и профессиональная сфера. Профессиональная сфера – это как раз и есть ваши амбиции, стремления. Это и есть ваши успехи, неуспехи. А личная сфера – это требования к окружающим людям, к вашим половинкам и так далее. Главная ваша задача – это быть снегопадом внутри себя. Как только у вас поднимается вьюга, вы обращаетесь к себе. Поняли? К себе. Не к людям, а к себе. И у вас постоянно должен идти легкий, красивый снегопад. Поняли? Никаких штормов. Никаких вьюг. Если кто-то является топ-руководителем или менеджером и хочет посетить мои закрытые стресс-устойчивости, скажем так, напишите мне в дарект, в инстаграме, а лучше на мой рабочий мобильный телефон. Чтобы вам написать на мой рабочий телефон, позвоните Насте. 8-4-9-5-201-53-19. Назвоните Насте, говорите, Настя, я руководитель, я хочу с Алексеем поговорить по поводу закрытой программы. Она запишет ваш телефон, передаст его мне, и я уже буду принимать решение. Поняли? Вот мне кажется, вы сейчас совсем успокоились с этим самым снегопадом. Согласны? Как вам финалочка? Понравилось? Вот я хочу, чтобы вы сейчас это состояние сохранили. Завтра утром, когда вы проснетесь, вы поймете, что вас опять пытается потащить в снегопад какой-то. Всегда тормозитесь и говорите, так, стоп, стоп, спокойно. В жизни бывают всякие ситуации, где у вас будут события, проекты, люди, движуха, окей, действуйте, принимайте решение, эмоционируйте. Но потом возьмите паузу, сядьте дома, сядьте в машине, сядьте в офисе, уравняйте это, а потом успокойтесь. Скажите так, спокойно. А теперь каждый проект по пунктам. Спокойно. Легкий снегопад, который немножечко вас остужает и даже подмораживает и бодрит, но никаких ветров. Поняли? Именно поэтому в Тибете неврозы называют болезни ветра. Но об этом вы узнаете немного позже. Спасибо вам большое. Я обещал вам показать мои браслетики, но посмотрите их на самом деле лучше на сайте. Попозже буквально вы увидите этот сайт. Если кому интересны камни, которые я очень люблю, вы их скоро сможете приобрести от меня лично с записочкой, с пожеланиями и моей личной подписью. Не надо плакать. Увидимся с вами на кейсах. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной на девятом сезоне. Я надеюсь, что я оправдал ваши ожидания хотя бы чуть-чуть. И вы получили рекомендации. Я вам хочу еще один сделать подарок. Хотите? Мне только что пришла эта мысль в голову. Хотите подарок? Вам сегодняшнее занятие понравилось на сколько процентов? От одного до ста. Я хочу, чтобы оно осталось с вами на всю жизнь. Я его дарю вам в ютубе бесплатно. Оно будет выгружено в свободный доступ, и вы сможете его пересматривать. Окей? Вы сможете всегда возвращаться в это состояние, в котором вы сейчас находитесь. Спасибо вам большое. Мы с вами увидимся на кейсах. Мы с вами увидимся чуть позже. У вас 20 дней на отработку техники. И затем мы с вами продолжим в этой самой комнате с 15 мая после праздников. Напоминаю, лучше записаться подешевле будет до 1 мая. Спасибо вам огромное. Мне было очень приятно для вас работать. И мы с вами увидимся. Все. Не прощаемся. Жду вас на кейсах. До свидания. А это занятие останется с вами. И я надеюсь, что вы не забудете то, о чем мы с вами говорили. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok